Добрый вечер! В эфире Акьярская студия телерадиовещания. С последними событиями из жизни района вас ознакомят наши корреспонденты. В студии с вами я, Гульгина Сербаева. Вчера в нашем районе с рабочим визитом побывал вице-премьер Республики Башкорстан Федус Ямаледдинов. С главой администрации Рустамом Хайрулиным они посетили районную поликлинику, где вице-премьер поинтересовался ходом ремонтных работ и реконструкцией районной больницы. Ознакомился с имеющимся медицинским оборудованием. Но конечным пунктом его маршрута стала котельная села Акьяр, где на данный момент идет капитальный ремонт. Больница оказалась долгостроемой от реконструкции, поэтому желание активизировать работу. Дело в том, что основные вопросы, связанные с финансированием, подготовкой документации, все проблемы решены. Но подрядчик пока, к сожалению, проявляет определенную задержку, скажем так. Поэтому и по инициативе главы администрации района я внимательно ознакомился с положением дел. И приняли решение, что в течение недели мы все проблемы должны снять на этом объекте, которые задерживают работу. Мы вообще готовим, в принципе, надо к сентябрю месяцем все работы завершить здесь. А в целом, во второй половине этого корпуса основного, мы планируем этим годом вопрос завершить. В 2011 году. По теплоевым сетям я вижу, просто как бы достаточно активно развернулись. В течение двух недель сделана огромная, колоссальная работа подготовительная. Оборудование, монтаж уже пошел. И есть уверенность, что октябрем месяцем мы здесь все эти работы закончили. Сегодня глава района Рустам Хайрулин проводит прием граждан в Целинном сельском совете. Напомним, подобные встречи уже прошли в Маканском и Таналыкском сельских советах. Подробности этой встречи вы узнаете в нашем следующем выпуске. В прошлом выпуске мы уже начали говорить вам о молодежном спортивно-образовательном слете, который проходил в эти дни вблизи деревни Янтышево. На берег Сакмара съехалась молодежь из многих сельских поселений района. Слет продолжался два дня. Оба дня его были богаты на интересные события, занимательные конкурсы, различные тренинги. На этом молодежном форуме побывала и наша съемочная группа. С 16-17 августа вблизи деревни Янтышево прошел второй районный ежегодный образовательный спортивный слет молодежи Хайбинского района «Новые поколения». Организаторами мероприятия, которые проходят в районе второй раз, выступает общественная организация «Землячество». При поддержке местной администрации участники мероприятия студенты и рабочая молодежь. Первый день слета начался с конкурса приветствий. Перед началом конкурса торжественные речи произнесли организаторы, поприветствовал молодежь и глава администрации Рустам Хайрулин. Сегодня мы здесь проводим ежегодный молодежно-спортивно-образовательный слет. Основной организаторой является «Землячество молодежи» Хайбинского района, при поддержке администрации муниципального района, комитет по делам молодежи. Поэтому сегодня мы собрались для того, чтобы поделиться именно тем опытом работы, тем опытом знаний, которые мы хотим передать для нашей хайбинской молодежи. Более 70 ребят в возрасте от 14 до 25 лет были вовлечены в обсуждение злободневных тем на круговых столах, прослушали лекции, проводимые «Землячеством». Слет собрал деятельных, энергичных молодых людей, лидеров общественных молодежных движений и организаций, пропагандирующих здоровый образ жизни. Программа слета ориентирована на углубление теорических знаний в политологии, политике, в целом и представлении об организации общественной жизни. Программа включает лекции, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы и психологические тренинги. Параллельно пройдут культурные и спортивно-массовые мероприятия. Особое внимание на этом слете будет уделяться теме предпринимательства, куда приглашены специалисты и представители бизнес-сообщества. В этом году у нас в нашем районе проводится ежегодный молодежный образовательный спортивный слет во второй раз. Мы думаем, что в этом году мы постарались на славу, у нас больше эмоций участников, даже по участникам, если судить, у нас этот конкурс прошел на ура. То есть мы провели в этом году те конкурсы, тренинги, лекции и круглые столы, навыки, которые мы получили в Нижнем Новгороде. То есть мы в этом году с Даяном Боязетовичем ездили в Нижний Новгород и представляли нашу республику. Эти форумы, я так понимаю, они недавно, на нашей Хабаринской земле. Впечатления самые положительные. Мы поделились опытом своей биографии с молодежью. Я думаю, такие форумы сплачивают молодежь, направляют их в нужное русло, направляют их в сторону образования, в сторону ценностей, которые являются вечными. Придают новый вектор развития. Мы пообщались с молодежью именно в рамках бесед, круглого стола. То есть, соответственно, я поделился своей биографией, рассказал про Сбербанк, какую помощь он оказывает молодежи. Эти тренинги, если честно, дали и для меня очень много, скажем, что-то нового, я почувствовал себе, что я могу даже для работы, что-то для себя смог взять в сплочении коллектива, в организации работы. И хотел бы дать своего рода мне рекомендации, наверное, чтобы такие же тренинги, такие же собрания, несобрания, как правильно сказано, слеты доорганизовывались не только среди молодежи, но и среди взрослого населения, среди руководителей. Это очень много интересного. Есть такие вещи, которые можно воплотить в практику и использовать в работе. Молодые люди жить будут по-спартански. В палатах и самостоятельно готовят себе еду, плюс ежедневные занятия. Учились они по трем направлениям – спортивно-туристическому, лидерскому, информационному. Меня зовут Вильдан Аскаров. Мне 19 лет, учусь в консерватории Петрозаводске. И на этом слете я участвовал второй раз, в том году тоже участвовал. А сейчас, как вожатый уже получается. Ну, что мне тут нравится, это, во-первых, то, что среди участников развивается такое хорошее отношение между друг другами. И они могут доверять друг другу. Ну, в первую очередь, наверное, доверие. Сюда приехала отдохнуть, обучить чему-то новому, молодежь, интересные тренинги провести. Отдохнуть, искупаться на Сахмаре. Меня зовут Сахна Светлана, я закончила 10 класс, учусь в Бакьярской средней школе номер один. Являюсь председателем организации «Трезвых и была». Приехала сюда отдохнуть, поделиться опытом, направить здоровый образ жизни, приобрести новых друзей. После каждого семинара состоялись круглые столы, где студенты выражали свое мнение по обсуждаемым проблемам и вопросам. В течение семинаров решались вопросы о значении общественных движений для молодежи. Также доступно и подробно говорилось о последствиях употребления алкоголя, табакокурения, наркотических веществ, об образовании и бизнесе. Вслед за дискуссиями был приготовлен вкусный обед, затем отдых, который для всех запомнился веселыми спортивными состязаниями и купанием. «Разрабатываем различные программы, касающиеся про здоровый образ жизни, про жилищные программы молодежи. То есть именно законодательно. То есть даже проводя это мероприятие, основу для выделения элементарного финансирования нужно опираться на какой-то закон». На второй день организаторы провели тренинг «Веревочный курс». Испытания были не из легких. В «Веревочный курс» входят такие конкурсы, как «Паутина», «Доверие», «Хрущевка», «Гусеница», «Хлопки». Объединяет все эти конкурсы то, что успешно их пройти можно, только сплотившись с остальными и научившись работать в команде. В нашем районе этот конкурс проводится впервые. «Предупреждай! Прямо! Напряги все мышцы! Все мышцы напряги!» «Я падаю!» На тренинги и семинары пришли главы сельских поселений, бизнесмены, которые провели тренинги на тему бизнеса, рассказали о возможностях дальнейшего развития для молодежи, раскрыли свои некоторые профессиональные секреты, проводились круглые столы на тему факторов влияния на человека. Также был проведен конкурс «Ассортим», где участники показывали клип на какую-то песню. Этот конкурс готовился в течение 30 минут. У команды все получилось отлично. Здесь очень весело, здорово. Студенты тоже хорошие, новые знакомства, друзья новые сейчас все появились. В этом мероприятии я присутствую впервые. Очень мне понравилось, так как я уже не буду повторяться, что я здесь в первый раз. Больше всего мне понравился мастер-класс. Мастер-класс посвящен факторам твоего влияния. Я считаю, на данном этапе жизни для меня это очень важно. Я уже получился в большом смысле. Больше в большом смысле. Мастер-класс, у вас есть друзья. У меня все это очень важно. Я уже учил, много friends. Я учил это в БИКТАБИК-тренинг. В завершении мероприятия участники обменялись контактами. Все были довольны приятным, в то же время полезным отдыхом. Каждый участник получил заряд энергии, пополнил багаж знаний. Все участники сошлись во мнении, что польза от такого рода встречи есть, несомненно. Помимо массы положительных эмоций, участники слета получили навыки и практические советы, которые, безусловно, пригодятся им дальнейшей жизни. Дили Баширова, Гульгина Сербаева, Зуфар Алибаев, Рустам Имангул, Сверден Востей. Сверден Востей 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 Сверден Востей